Привет друзья, с вами канал MadScience и сегодня мы поговорим про деньги, ну а точнее рассмотрим деньги разных стран под микроскопом, под большим увеличением. Поехали! За это время я уже снял немалое количество видео про микроскоп и многие из вас просили показать деньги под микроскопом. И благодаря этому белому конверту мы с вами рассмотрим деньги многих стран мира, ну и конечно же более детально изучим из чего эти деньги состоят. Кстати, напишите в комментарии у кого какие купюры были из тех, которые сейчас вы видите, да и вообще кто из вас коллекционирует деньги. Коллекционирование бумажных денежных знаков называется банистика, ну а коллекционирование монет нумизматика. Ну а первой под микроскопом мы рассмотрим 100 долларовую купюру. Кстати, если говорить о фальшивомонетчиках, то доллары труднее всего подделать. Ну а благодаря микроскопу и большому увеличению мы с вами сможем детальнее рассмотреть из чего они состоят. Бумага из которой изготовлены доллары состоит из 25% льняной нити и 75% хлопковой. На мое мнение, такой состав напоминает больше ткань, чем бумагу. Но, тем не менее, принято называть это бумагой. Кстати, а вот в этом моменте на 100 долларовой купюре я обнаружил лицо. Точнее, оно очень похоже на лицо. И невооруженным взглядом это, конечно, не видно. Но под микроскопом это можно увидеть примерно вот тут. Кстати, вся краска, используемая при производстве банкноты, изготавливается в бюро гравирования и печати казначейства США. Ну а состав этой краски до сих пор держится в большом секрете. Ну а следующими под микроскопом мы рассмотрим египетские фунты. В денежном обращении Египта находятся банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50, 100 и 200 фунтов. Ну а что касается информации об их составе, конечно, это, к сожалению, я не смог найти. Но это не делает ее менее интересной валютой, которую мы с вами можем наблюдать под микроскопом. Кстати, визуально это выглядит как полоска, а на самом деле там был напечатан текст. Ну а под максимальным увеличением купюра выглядит вот так. Да уж, бумажные деньги в отличие от криптовалют. Ну а следующей купюрой мы рассмотрим 10 рупий, которые используются в Индии. Кстати, обратите внимание на ее состав. Он значительно отличается от тех составов, которые мы видели с вами ранее. Ну а вот так выглядит валюта острова Маврикий. Если присмотреться, она имеет прозрачные части. Как по мне, это одна из самых необычных валют мира. Ну а под большим увеличением ее состав отличается от тех составов валют, которые мы с вами видели ранее. Ну а вот так выглядит валюта Мадагаскара. И называется она Малагасийский Ариари. Получается, приходишь там в магазин и говоришь, дайте мне вон ту конфету за 10 тысяч Ариари. Ну а под микроскопом она выглядит так же необычно, как и другие купюры. Ну а следующей мы рассмотрим валюту Иордании. Кстати, если я не ошибаюсь, она имеет золотое напыление, которое я также постараюсь вам показать под микроскопом. А вот как раз это самое напыление, которое действительно очень похоже на золото. Следующими под микроскопом мы рассмотрим 100 китайских юаней. Это, кстати, самый максимальный номинал купюры, которая там ходит в обороте. Ну а под небольшим и средним увеличением она выглядит вот так. Ну а вот так выглядит тысяча ливанских фунтов. А это валюта государства Бангладеш. И называется она Бангладешская така. Как по мне, довольно необычное название для валюты. Сегодня мы рассмотрели немалое количество валют мира под микроскопом. Ну а если вам будет интересно рассмотреть монеты мира, то я обязательно это сделаю. Ну а если ждете рубрику с самым крутым металлоискателем в мире, то напишите в комментарии слово «жду». А на этом пока все. Всем пока.